Доброе утро! Эти слова стали традицией, а традиции должны быть. Если соседи хорошие, добрые, за них переживаешь как за родственников или близких друзей. У каждого из нас есть друг, который любит борщ и сало, традиционную украинскую еду, которая нам нравится. Но мы же не задумываемся о том, откуда она произошла. У соседей сегодня плохо. Можно сказать, беда. Страшно и за них, и за себя. Но надо верить, что Россия своих обязательно поддержит. По-соседски, по-дружески, исторически. Теперь уже понятно, что в стороне не останется никто. Но хороших событий у нас на Урале и в Перми пока больше. И вот, что мы предлагаем вам посмотреть сейчас. И не только посмотреть, но и как-то отнестись. Своя Олимпиада. Кто организовал игры в Перми? За друзьями хоть под воду. Лучшие места для дайвинга. От Лондона до Загарья. Везде масленица. Валюта опять делает прибыль. Кому? Ракеты, шахты и та самая красная кнопка. Парковка по правилам и без. Или сколько стоит безопасность? Терпели мы долго, но любому терпению приходит конец. Сенаторы приняли решение. Слово за президентом. В воскресенье члены Совета Федерации экстренно вылетели из региона в столицу. Но мы успели записать интервью с сенатором от Пермского края Андреем Климовым. И вот его комментарий недели. Поскольку я работаю в Комитете по международным делам, вот чувствовалась эта обстановка заранее. Мы провели закрытое заседание Комитета. Я не мог тогда говорить о том, что мы обсуждали. Но вы знаете, мы, в общем, по натуре добрые люди. Я имею в виду россиян в целом. Мы, в общем, не агрессивны, в отличие от некоторых ястребов, которые там управляют политической жизнью в целом ряде западных государств. Поэтому мы после этого закрытого заседания, в общем, выжидали. Определенное время проходило. Мы смотрели за ситуацией, надеялись, что она будет в правом поле развиваться. Надеялись на то, что люди, захватившие незаконно власть в Киеве, образумятся. Но, к сожалению, все наши надежды, увы и ах, остались одними надеждами. Я хотел бы уточнить, мы не принимаем решения в вводе вооруженных сил. Мы даем право президенту использовать его полномочия как главы государства и как главнокомандующего. В соответствии со 102-й статьей Конституции Российской Федерации, вот именно это право дать президенту такую возможность закреплено за Верхней Палатой нашего парламента, за Советом Федерации, которая действует непрерывно, в отличие от Государственной Думы, и представляет все территории нашей страны. Считаю, что решения, которые мы принимаем, они своевременные. И даже ведь если наши вооруженные силы, расположенные сегодня на территории Крыма, выйдут за пределы своих частей, это уже требует разрешения от Совета Федерации и дальнейшие приказы за президентом как Верховным Главнокомандующим. То, что там сегодня происходит, предполагает такую возможность. Люди должны возможность иметь себя защитить. Я считаю, что правда на нашей стороне, но не только правда на нашей стороне, не только содержательно, я думаю, что мы все правильно делаем, мы еще и юридически все делаем правильно, в отличие от наших зарубежных коллег. Мы платим за Севастополь 100 миллионов долларов ежегодно. Космодром Байконур для сравнения обходится намного дешевле, хотя по площади больше. Черноморский флот входит в число 20 крупнейших налогоплательщиков Украины, но экономические соображения сейчас отходят на второй план. Да и уроки истории вдруг все забыли. После нас тишина. Звучит неофициальный девиз ракетных войск стратегического назначения. Строго и немного пугающе. Это войска постоянной боевой готовности, которые, если и будут воевать, то, возможно, всего один раз. Ракетчики всегда находились под грифом «секретно». Заглянуть за завесу этой тайны позволяет уникальное учреждение, которое расположено всего в 30 километрах от Перми, в поселке Звездный. Музей 52-й ракетной дивизии. Музей – часть Центра патриотического воспитания. И Центр, и музей были открыты в 2011 году в честь 50-летнего юбилея 52-й ракетной дивизии. На базе нашего Центра проводятся дни призывника Аперского края, проводятся всевозможные эксклюзионно-познавательные программы. Также в экспозиции музея – военная форма различных родов войск, начиная с 1934 года. Макеты ракетных комплексов – зал истории Великой Отечественной войны. Как это часто бывает, в Перми о музее наслышаны меньше, чем в других регионах и даже за рубежом. Недавно на экскурсию пыталась записаться группа из Франции. Впрочем, иностранцы получили жесткий отказ. Часть экспонатов музея еще не потеряла своей актуальности. В музее, например, до мельчайших подробностей воссоздан интерьер вагонов БЖРК – ракетных комплексов, базировавшихся на поездах. Всегда в пути в вагонах боевых железнодорожных ракетных комплексов обеспечивалась бесперебойная работа связи. Отсюда вели свою работу специалисты технической службы, а это – святая святых, Центр управления пусками ракет. Именно из такого вагона в 1996 году, тогда дивизией командовал генерал-лейтенант Алексей Субботин, был произведен учебно-боевой пуск ракеты с отличными результатами. Отклонение от цели на Камчатке составило не более 15 метров. Гости музея могут побывать и на самом настоящем командном пункте ракетной дивизии. Еще несколько лет назад о таком и мечтать было нельзя. Круглосуточно здесь несли боевую вахту. Вот она, та самая красная кнопка, которой пугают обыватели и режиссеры голливудских фильмов. На самом деле запустить ядерную ракету с ее помощью нереально. Для этого необходима сложная манипуляция с секретными ключами. С 2015 года на территории бывшей военной части по соседству с Центром начнется обучение молодых суворовцев. Преемственность поколений в действии. Станислав Уланов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Конечно, все мы думаем об Украине. Но и простые бытовые проблемы никуда не исчезли. Где оставить машину, чтобы с ней ничего не случилось? Для многих автомобилистов, я знаю, не понаслышке. Это вопрос ежедневных размышлений. Да еще каких. Мы спросили пермяков, где они обычно оставляют свои машины. И вот, что люди говорят. Партнер рубрики «Люди говорят» – сеть магазинов «Мир домашней техники». Обычно парковаться негде. Сами видите. На работе, в гараже, дома, во дворе, у торговых центров на стоянке. Законные все равно места. Так не стараюсь, не оставляю машины, чтобы эвакуатор. Потому что часто сейчас забирают. Есть место свободное. Здесь где-нибудь ткнусь нет, значит, на обучение приходится. Вот. Если уж совсем край, так на стоянку приходится ставить автомобиль. Так где придется, где ставим, где место находим. А где ставить? У нас в парковках нет в городе. Я ставлю на платную стоянку. Но к дому просто не подъехать, потому что там скандалы уже даже с соседями стержены. Я подъезжаю домой днем поставить машину, а мне говорят, что ставлю не на свое место. То есть до абсурда доходит. Не перестаю удивляться находчивости некоторых пермских автомобилистов. Чтобы парковаться так, как они это делают, скажу вам, нужна богатая фантазия. И, конечно, полное пренебрежение правилами дорожного движения. Тротуары так вообще стали превращаться в бесплатные стоянки. И ведь машины отнюдь не дешевые. А все равно полсотни рублей за безопасность авто жалко. Бисер о тех, кто в танке. Михаил Афанасьевич Булгаков в 1940 году написал, что квартирный вопрос испортил москвичей. А вопрос автомобильных парковок в наши дни реально портит пермяков. Здравствуйте, с вами Игорь Нохлин и программа «Бисер». Дорогие современники, почему у нас нет желания и культуры платить за безопасность своего авто? В чем, собственно, дело? В нехватке платных парковок или привычке, которая припарковалась в наших генах, оставлять лошадей, где есть подножный корм? Ну да как, нигде если. Не штрафуют, потому и бракуются. Потому что воспитания никакого у людей. Они считают, что они короли жизни. Хамство, природное хамство. Я хотела бы узнать об этом. Такое впечатление, что вот у нас боги только автомобилисты. По закону, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре или газоне влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. А стоянка стоит всего 50 рублей. Но газоны и тротуары забиты незаконно припаркованными авто. А платные комфортабельные парковки пустуют. Еще один момент, который волнует меня. Это торговые центры. Я никак не могу понять, как можно открывать мегамаркеты без автомобильных стоянок. В том же Алмазе, со средней проходимостью 10 тысяч покупателей в день, стоянка рассчитана всего на 500 автомобилей. А в торговом центре Сити-Центр, привилегии в магазине на разгуляе, паркингов вообще, можно сказать, нет. Возможно, в бизнес-планах этих универсамов идет расчет на потомственных пешеходов. Похвально. Но я думаю, что нужно исходить из реалий. Копнув информацию в интернете, я убедился, что во всех городах мира хранить автомобили, где попалось, считается дикостью. По мере выхода того или иного города на высокий уровень автомобилизации, порядка 300-400 автомобилей на тысячу жителей, он вынужден отказываться от режима «свободная парковка». То есть от бесплатного использования общественного пространства для парковки личных автомобилей. В крупных городах Америки это случилось еще в 30-х годах, а в Западной Европе в 60-х годах – современники. Любознательные мои. Платная парковка – это фиктивный и общепонятный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс пропускной способности городских улиц. Скажу проще – место будет больше на тротуарах, газонах и детских площадках нашего культурного города. С вами был Игорь Нохрин и это был «Мой бисер». В наше время человек устроен так, что его жизнеспособность определяется содержанием кошелька. Писал в начале 20-го века Джек Лондон. Ничего не изменилось. Вот только и при наличии денег вопросов остается много. Самые важные из них задаете вы, наши зрители. А мы попытаемся ответить на них в нашей новой рубрике «Сегодня на рынке». Резкий скачок курса евро в конце февраля многих заставил задуматься. Если не о глобальных экономических проблемах, то о насущных, вполне жизненных вопросах. Стоит ли срочно покупать валюту и что будет с рублем? Взлеты и падения курсов валют волнуют многих, но предсказывать их точно еще никто не научился. Слишком много факторов разом оказывают на них влияние. Основные факторы, влияющие на курс национальных валют, это фундаментальные какие-то основные показатели, да, новостной фон. И в них входят четыре фактора. Экономические, политические, форс-мажорные обстоятельства, слухи и ожидания. Как бы это было не смешно, они тоже так же влияют на рынок, потому что, как известно, что цена на рынке формируется за счет спроса и предложения. Валютный рынок – это тот же обычный рынок, объясняют эксперты. С тем отличием, что в цепочке «товар-деньги» товаром выступает валюта. Соответственно, если ее на рынке много, то и цена будет падать, если в дефиците – будет расти. Только в январе этого года в курс национальной валюты более 20 раз вмешивался Центральный банк России, в основном выбрасывая евро и доллары на рынок, чтобы сбросить цены. Поэтому сейчас эксперты ожидают небольшого ослабления евро по отношению к рублю, а затем его дальнейшего роста. Сейчас недостаточно средств у Центрального банка, чтобы как-то скорректировать курс рубля относительно евро. Да и, может быть, это и не выгодно на данный момент. Не забываем, что мы страна 30% ВВП, которая идет за счет оборота нефти и газа. На самом деле нам-то он сейчас выгоден, дешевый рубль в стране в целом. Почему? Весь товарооборот по нефти – это евро и доллар. Соответственно, продавая определенный объем нефти за доллары, мы получаем на международном валютном рынке, обменивая обратно рубли. Получается, что Россия из роста валют извлекает исключительно экономические выгоды. Компании получают больше прибыли в рублях. Из-за этого платят налоги, идет вклад в экономику. Между тем аналитики в этой ситуации видят риски. В то же время это сказывается на инфляции. Поймите, что если будет огромный уровень инфляции, это не будет хорошо для российского населения в целом. Поэтому стабилизировать курс рубля как-то на этой психологической отметке, возможно, 50-49, это возможно. Что, я думаю, Центробанк сейчас и будет делать. Как известная история, имеет свойство повторяться. Аналогичный взлет иностранной валюты по отношению к рублю был в апреле 2012 года. Кипрский кризис, когда доллар по отношению к рублю укрепился, стоимость была ниже 30 рублей, а потом стал стоить резко за 33 рубля. Он скорректировал свой курс опять-таки до 30 в течение полугода. А сейчас мы опять видим с вами резкий рост такой же. От кто виноват, традиционно переходим к что делать. Не продавать, не покупать европейскую валюту обычным гражданам эксперты сейчас не рекомендуют. Сейчас пугаться не стоит на самом деле, да и нечего. Смысла просто нет. Ну, укрепится евро, либо же доллар. В принципе, какая разница. Тем, кто едет отдыхать, тем, да, сейчас немножко потерпей бы, закупить по более низкой цене, а потом все равно пойдем к росту. Проще говоря, главное сейчас сохранять спокойствие. Ведь, как говорил Бернард Барух, известный американский финансист и биржевой спекулянт, бывший советником при двух президентах США Вудре Вильсоне и Франклине Рузвельте, мотивы экономического поведения в своей сущности определяются психологией толпы. В мире начался сезон карнавалов. Время, когда проходят самые известные фестивали и праздники. Масленица еще не слишком популярна среди иностранцев, но уже давно завоевала наши сердца. Как встречали весну в микрорайоне Загария, расскажет Рустам Багизов. Народные пляски, веселые игры и, конечно же, блины. Праздник Масленицы в Загарии всегда отмечается со всей широтой русского размаха, рассказывает Ульяна Веткина. Каждый год ходим сюда, каждый год участвуем, катаемся на лошадях. Нам очень все нравится, да, Катюша? Шарики выигрываем, блинчики кушаем. Праздник в честь первого дня весны здесь проводят третий год подряд. В этот раз народ гуляет в новом сквере, который восстановили в прошлом году. Дальше мы будем продвигаться в сторону спортивного объекта, спортивного стадиона Кама. И есть тоже планы посмотреть на вот эти законсервированные здания, ну и сделать здесь что-то такое для людей, чтобы это пользовалось притяжением. И вообще просто привести в порядок территорию. Как раз, кстати, географическую серединку микрорайона Владимирский. На улице весна, но жители до сих пор вспоминают конец осени, когда во всем микрорайоне начались проблемы с отоплением. Если бы не контроль со стороны актива загаря и поддержки депутата, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Контролировали весь год, мониторинг, все время ввели отопление, всю зиму. Если какие-то вопросы были, всегда устраняли эти вопросы. И сейчас стараемся, мы этот вопрос не упускаем. У нас есть некоторые квартиры, не дома, а квартиры. И все время держим на контроле, поэтому все время в контакте с депутатом. В этом году планов также много делится Юрий Уткин. Нужно завершить благоустройство сквера и открыть многофункциональный центр на улице Бригадирской. И что также важно, восстановить движение долгожданного трамвайного маршрута по героям Хасана. Рустам Богизов, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Как бы мы ни старались, рассказать обо всем не получится, да и бессмысленно. Если нам не хватает информации, мы просто обращаемся к нашим коллегам из печатных СМИ. И вот какие темы интересуют нашу прессу. Кирилл Брэль готовится к переезду из Перми в Новосибирск. Считаем в электронной версии еженедельника новый компаньон. Председатель Западноуральского банка Сбербанка России Кирилл Брэль вскоре будет назначен на должность главы Сибирского банка. А его место займет управляющий Владимирским отделением. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Политаев. По словам Политаева, до 2018 года Сбербанк намерен для повышения эффективности проводить ротацию топ-менеджеров каждые пять лет. Она затронет как руководителей в регионах, так и топ-менеджмент в головном офисе, пишет автор статьи Татьяна Власенко. Татьяна Власенко «А люди, которые до этого покупали недвижимость только для личных нужд, а теперь решили защитить свои сбережения, вложив недвижимость», сообщает корреспондент издания Павел Чернышев. Кто может претендовать на дешевое жилье? В газете «Ведомости» стали известны детали, подготовленные Минстроем будущей госпрограммы строительства жилья. Согласно программе «Жилье для российской семьи» до 2017 года должно быть построено не менее 25 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса по цене не выше 30 тысяч. В проекте определено, кто может претендовать на дешевое жилье. На члена такой семьи должно приходиться не более 18 квадратных метров. Проживающие в аварийных и ветхих домах, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и являющиеся получателями материнского капитала. С тремя и более несовершеннолетними детьми – ветераны боевых действий. Дополнительные критерии определят сами регионы, пишет автор материала Наталья Бианова. Комсомолка подвела итоги трехлетней реформы МВД вместе с экспертами. Ровно три года назад вступил в силу новый закон о полиции и реформы МВД, о необходимости которой не говорили предыдущие два года, разве что из утюгов и электрочайников. Нам все время твердили, что изменение структуры должно повлечь за собой системные изменения, а потому, дескать, не стоит ожидать конкретных результатов через полгода или год. И вообще это процесс, как говорил тогдашний глава МВД Рашид Нургалиев. Но три года, пишет автор статьи Александр Гришин, достаточный срок, чтобы понять, процесс удался или нет, или хотя бы решить, пошел ли он в нужном направлении. Анекдот рассказали. Как говорится, на злобу дня. Пермский таксист везет пассажира с Садового на вокзал. Предварительно договорились за 300 рублей. Подъезжают. Таксист говорит, с вас 500. Пассажир удивлен. Как? Мы же за 300 договорились. Таксист. Мужик, ты за курсом доллара-то следишь? Для тех, кто следит и за курсами в частности, и за финансовыми рынками в общем, наша рубрика «Правила денег». Доброе утро. Банк России, которому с 1 марта будут подчиняться микрофинансовые организации, намерен сделать их работу более предсказуемой и прозрачной. Для этого поставлена задача. К 2017 году половину всех займов такие структуры должны выдавать безналичным способом. Это значит, что занять до зарплаты удастся только если на ваше имя в каком-нибудь банке будет открыта дебетовая карта. Или хотя бы оформлен электронный кошелек. Это нужно Банку России, чтобы контролировать денежные потоки. Считается, что перевод расчетов в безналичную плоскость позволит снизить стоимость таких займов для граждан. Получить деньги на карту можно будет, направив заявку в интернете. Значит, можно будет сэкономить на персонале. Но сами представители микрофинансовых организаций говорят, что им не нравятся новые правила. Ведь сейчас, прежде чем выдать заем, они обязательно оценивают клиента визуально. Это были правила денег. Олимпиада в Сочи вдохновила многих руководителей пермских предприятий организовать соревнования среди своих сотрудников. Пока меня больше всего удивили протоновцы. У них на играх был даже настоящий олимпийский факел. Убедитесь сами. Зажение огня, как на Олимпийских играх. Только вместо соперничества за медали – товарищеские состязания, говорит начальник испытательного цеха предприятия «Протон-ПМ» Тарас Компонец. На спортивный праздник он пришел со всей своей семьей. Не всегда удается собраться всей семьей в полном составе в выходной день, потому что все заняты. Но вообще при наличии возможностей мы, конечно, никогда ее не выпускаем. И решили в этот раз поприсутствовать, посмотреть, поддержать сборную, в том числе и нашего цеха. Уже 14-й раз на базе своего спорткомплекса предприятие «Протон-ПМ» проводит зимний спортивный праздник. В этом году настрой команд особый. Соревнования посвящены победам российской сборной на играх в Сочи. Виды спорта те же, правила другие. В биатлоне бегут с рогаткой, сноубордисты катаются в паре, а хоккеистам и вообще приходится не сладко. А вот и самая сложная часть спортивных соревнований – смешанная лыжная эстафета. Командам нужно было выбрать трех самых быстрых спринтеров, чтобы пробежать три километра как можно быстрее и первыми прийти к финишу. Кроме 500 участников, представляющих подразделение предприятия, к празднику присоединились будущие работники – ученики подшифтной школы 129 и студенты авиационного техникума имени Швецова. Много болельщиков, даже самых маленьких. Прежде всего, это повод для того, чтобы собраться все вместе, еще раз почувствовать себя всем членом большой команды, большой семьи под названием «Протон», порадоваться успехом своих товарищей в спортивных достижениях, поболеть за них, ну и вот этот вот общий дух единения почувствовать еще раз. Праздник «Протоновцы» традиционно проводят в новых ледах на базе собственного спорткомплекса. В прошлом году здесь отметили юбилей 35-летия. На праздник пригласили легендарный состав «Уралгрейта» и спортивных звезд – биатлонистку Анну Багали и хоккеиста Вячеслава Быкова. Сегодня это центр притяжения и для будущих чемпионов. Для этого созданы все условия. Это и большой игровой баскетбольный волейбольный зал, это и новый тренажерный зал, это и хоккейная коробка, и мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Планы предприятия большие. В дальнейшем только будем приумножать спортивные объекты. А значит, впереди новые достижения. На предприятии уверены, с такой командой «Протон» ждут победы не только в спорте, но и в освоении космоса. Рустам Багизов, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Общаясь с друзьями, часто слышу, КВН в последнее время стал не тот. Да, конечно, не тот. Меняются поколения, меняется игра. Во всех этих спорах, на мой взгляд, упускается главное, что КВН объединяет молодежь по всей стране. А в Перми так вообще самая большая школьная лига в России. Может, это, конечно, и не повод для гордости, но внимание этот факт, согласитесь, заслуживает. КВНщики веселые ребята. А ну-ка, Юлька, пошути. Мало кто знает, что почетный донор засох. Быть смешным – значит быть в тренде. Именно так считает фронтмен команды КВН «Да ладно» Дима Бердышев. В будущем он хочет стать актером, а когда-то, шесть лет назад, и представить себе не мог, что КВН станет его жизнью. Я вообще спонтанно решил заниматься КВНом. Я показал с одноклассникам сценку, и меня просто позвали в наш такой КВНовский кабинет, и все, сказали, ты будешь играть. Я согласился. Уже бывалые КВНщики школьной лиги начинают пробовать себя в роли тренеров других команд. Так Дарья Титкова решила поддержать КВН в своей школе и была одной из инициаторов создания молодого коллектива. Очень нравится писать шутки, выступать с ними. И когда зал принимает твои шутки, это очень приятно. Этот сезон называется «Олимпийским», поэтому шутки на спортивную тематику были у каждого. Ну вот вам прививочку и поставили, и совсем не больно. А где ладка? Вся ладка в Сочи на лыжне. Школьная лига КВН проходит в Перми уже в девятый раз. Ее начало ознаменовалось масштабным фестивалем, в котором приняли участие 39 команд из 35 школ города. До полуфинала дошли только 14 коллективов. Путь, который может пройти молодой человек и показать себя, продемонстрировать то, что он может. И это, в общем-то, является социальным лифтом. Пермская школьная лига КВН – самая многочисленная в России. С каждым годом к игре присоединяется все больше ребят младших и старших классов. В департаменте образования администрации Перми понимают, насколько значимо поддерживать гармоничное и разностороннее развитие ребят в КВН, говорит Валентина Маковеева. В КВН ребенок может реализовать себя совершенно по-другому. Здесь умение импровизировать, умение найти контакт, умение выстроить отношения. Мы поддерживаем эту игру, понимаем, насколько это действительно важно. Финал состоится в апреле. Победители школьной лиги КВН города получат право представлять город на краевом уровне. Руслан Пепеляев, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». На популярных курортах Сиамского залива туристам часто предлагают морские экскурсии с подводным погружением. Почти все они проводятся вблизи небольшого острова Тао. В погоне за морскими красотами сюда ежегодно приезжает около 100 тысяч любителей подводного плавания. Поэтому в туристической среде это примечательное место именуют островом дайверов. Сегодня и всю неделю в «Утреннем Вестнике» наша новая рубрика «Мировой отдых». Путешествуем вместе! Партнер рубрики «Шкафы-купе Командор» для тех, кто принимает правильное решение. Добраться до Ко-Тао можно на морском пароме или скоростном катамаране. Они регулярно отходят от соседнего острова Самуи или ближайшего материкового города Чумхон. На морскую прогулку к черепашьему острову, а именно так переводится тайское название Ко-Тао, уходит от полутора до трех часов. Своими очертаниями Ко-Тао напоминает причудливо изрезанный боб протяженностью около 7 километров. Вся местная жизнь сосредоточена на побережье. Особенно густо заселен западный берег. Здесь находится самый большой пляж Сайри-Бич и оживленный поселок Бан Маяхэт, на пристани которого ежедневно сходят сотни отдыхающих. В административном центре острова сосредоточены десятки дайв-центров, небольших отелей и кафе. На Ко-Тао не развита индустрия традиционных для Таиланда развлечений, поэтому все свободное время туристов посвящено морю и подводному плаванию. Настоящая активная жизнь острова начинается с восходом солнца. Каждый день в 6 часов утра от причала бухты Маяхэт отходят десятки катеров с любителями погружения. Мастера отправляются подальше на сложные глубоководные дайв-сайты, сюда с начинающими ныряльщиками распределяются вдоль берега среди коралловых мелководий. Тихие заливы Ко-Тао отлично подходят для новичков, поэтому самый первый в жизни дайв здесь совершают прямо в красочном тропическом море. Под руководством опытных инструкторов на острове нетрудно пройти полные дайверские курсы и получить право погружаться с аквалангом в любом уголке земного шара. Цены на обучение почти на четверть ниже российских, а условия гораздо комфортнее и многообразнее. Прибрежные места, где стажируются будущие дайверы, покрыты ковром кораллов и изобилуют морской живностью. На первый взгляд, здешние воды кажутся мутноватыми, а многообразие рыб меньшим, чем на знакомых многим пермякам египетских курортах. Однако, чтобы получить полное представление о подводных красотах Сиамского залива, на Ко-Тао лучше пожить несколько дней. Для любителей морской экзотики они точно не станут потеряны. Чтобы обидеть человека, смелость не нужна. Смелость нужна, чтобы потом попросить прощения. Вчера даже далеко не самые верующие люди уже с утра начинали обзванивать друг друга, чтобы попросить прощения и простить. Вековая традиция вновь популярна. Возвращаемся к истокам. Все по спирали. Понедельник как понедельник. Для кого-то тяжелый, для кого-то не очень. А еще есть люди, у которых сегодня просто выходной. Все мы разные. И все мы хотим счастья и себе, и близким. Ну что ж, если наши пожелания что-то дозначат, давайте желать друг другу счастья. Уж чего-чего, а лишним оно никогда не бывает. Успехов нам в пожеланиях! Сегодня днем в Перми минус 1-3 градуса. Облачно. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...